вы что там совсем с ума посходили самоубийство на глазах изумленной изумленной публики помещение транс женщин в женские тюрьмы порождает противоречия в области прав как говорил цицерон о темпура о морес здравствуйте уважаемые зрители в эфире международная панорама и я даниил богатырев начнем с того что на этой неделе окончательно наметились контуры американской внешней политики при администрации джо байдена 4 февраля американский президент выступил с речью примерно на 19 минут в которой очертил свои внешнеполитические приоритеты в общих чертах ее содержание сводилось к тому что новая администрация сша намерена положить конец внешней политики изоляционизма проводившийся предыдущим американским лидером дональдом трампом активизировать свои демократизаторские усилия за рубежом и усилить противодействие предполагаемым враждебным шагам россии и китая если же говорить о конкретике в выступлении байдена было несколько знаковых моментов первый из них то что американский президент назвал китай цитата нашим самым серьезным конкурентом и пообещал дать отпор нападкам китая на права человека интеллектуальную собственность и устоявшийся миропорядок но в то же время он указал пекину что готов сотрудничать когда это соответствует интересам америки интересно что термин который мы исходя из контекста перевели как устоявшийся миропорядок в английском оригинале звучал как global governance то есть дословно глобальное управление в этой связи примечательно что сша при байдене отказываются от признания очевидного факта утраты роли мирового жандарма и активно пытаются заявлять о своем праве на некое универсальное глобальное управление к этому же экспансионистскому пафосу можно отнести и громкую фразу байдена о том что америка вернулась америка из бак однако вернемся к противостоянию с китаем подтверждение слов джо байдена о кнр как основном конкуренте и противники 4 февраля эсминец вмс сша джон маккейн с управляемым ракетным вооружением совершил проход через тайваньский пролив разделяющий материковый китай и остров тайвань китай выразил соединенным штатам решительный протест в связи с этим случаем как заявил в пятницу официальный представитель восточного военного округа кнр джан чунь хуэй сша намеренно создают напряженность оказывая негативное воздействие на мир и стабильность в регионе кроме того по его словам войска будут твердо защищать государственный суверенитет безопасность и территориальную целостность кнр до последнего времени сша воздерживались от любых официальных контактов с тайванем не желая портить отношения с китаем однако во второй половине 2020 года ситуация изменилась в сентябре прошлого года глава тайваня цай ин вэнь присутствие американской делегации из подачи американцев призвала к формированию в восточной азии альянса демократических государств для противостояния агрессии китая по факту это означает что вашингтон пытается сформировать у берегов кнр некий военно-политический блок для сдерживания китая под своей эгидой именно после того как эти намерения были озвучены участились проходы американских эсминцев через тайваньский пролив который по мнению пекина является его территориальными водами как видим с приходом в белый дом джо байдена тренд на усиление америка на китайского противостояния остался неизменным он обусловлен экономической и геополитической конкуренции между двумя странами именно в рамках этого тренда и стоит рассматривать беспокоящие действия американского флота у берегов кнр пока подобное сходит с рук американцам но по мере ввода в строй новых китайских военных кораблей по программе развития флота в ближайшие годы риск военных столкновений при подобных провокациях в тайваньском проливе возрастет в разы сразу после инаугурации байдена китайцы уже дали это понять имитировав атаку на авианосец сша силами одного из своих авиационных подразделений второй важный момент выступления байдена его слова об отношениях с россией по этому поводу американский президент заявил что он ясно дал понять президенту путину в манере очень отличной от его предшественника что сша больше не будут отступать перед лицом российской агрессии он также упомянул вмешательство в американские выборы кибератаки и отравления граждан байден поднял вопрос о тяжелом положении лидера российской оппозиции алексея навального потребовав его освобождения и осудив усилия россии по подавлению свободы выражения мнений и мирных собраний как проблему вызывающую глубокую озабоченность у сша и международного сообщества однако вместе с тем американский лидер подчеркнул свою готовность сотрудничать с россией в вопросе контроля над стратегическими ядерными вооружениями это было сказано в контексте недавнего решения сторон о продлении договора снв-3 по большому счету заявление байдена об отношениях с россией можно оценить как желание продолжать политику времен второго срока барака обамы стабильно враждебные отношения при сохранении возможности договариваться по некоторым взаимовыгодным вопросам своей речи джо байден также заявил что вашингтон намерен прекратить поддержку боевых операций аравийской коалиции в йемене и активизировать усилия по мирному урегулированию в этой арабской стране напомним боевые действия между правительством йемена и повстанческим движением хуситов начались в 2014 году они обострились год спустя когда саудовская аравия и 8 других арабских государств при поддержке сша великобритании и франции начали наносить авиаудары по хуситам затем саудиты прямо вмешались в наземные операции в йемене введя туда свои войска и подразделения суданских наемников все действия саудовской аравии в йемене против хуситов безоговорочно поддерживали сша особенно актуальным данное утверждение стало в период президентства дональда трампа стремившегося сформировать на ближнем востоке некий самодостаточный блок из всех американских союзников в регионе включая саудовскую аравию ряд других нефтяных монархий и израиль как мы видим теперь джо байден намерен пересмотреть эту политику наиболее веской причиной такого решения служит стремление его администрации реанимировать совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе ирана так называемую иранскую ядерную сделку заключенный при обаме суть сделки проста в обмен на прекращение обогащения урана свыше прописанных в ней лимитов тегерану предоставили возможность торговать своими товарами в первую очередь нефтью на западных рынках и снимали с него часть санкций в 2018 году во время президентства трампа сша вышли из иранской ядерной сделки что спровоцировало существенное ухудшение отношений с исламской республикой войне в йемене иран оказывает активную поддержку хуситом воюющим против саудовской коалиции после инаугурации байдена иранский президент хасан рухани уже подал сигнал о готовности нормализации отношений с сша выразив надежду на то что их новый руководитель вернется к иранской политике времен обамы намерения байдена прекратить поддержку военных операций саудитов в йемене в этой связи стоит рассматривать как шаг навстречу тегерану и задел для будущих переговоров о новой ядерной сделке тезиса американского президента джо байдена о внешней политике проанализируем с экспертом киевского центра политических исследований конфликтологии антоном феньку здравствуйте здравствуйте байден назвал китай основным конкурентом ну и нужно подразумевать что в скобочках тут основной противник новая администрация скорее всего будет выстраивать тактику союза в большей степени чем предшествующая и это открывает возможности для оптимизации отношений между дели и вашингтоном несмотря на то что никогда не будет ничего простого в этих отношениях также как и в отношениях с китаем потому что если на то что нью-дели заинтересована в заинтересована в сдерживание китая в то же время индия не стремится к тому чтобы открыть свои рынки для американского бизнеса и скорее всего крайне настороженно отнесется к вмешательству новой администрации в вопросы связанные кашмира и также вмешательством связаны с тем что администратор новая администрация ну позволила себе критику позиции официальной холостей в индии в отношении протестов фермеров ну то есть получается что при байдене сша будут все более активно выстраивать антикитайские союзы в частности в юго-восточной азии но при этом вряд ли мы будем наблюдать такого рода эскалацию как мы наблюдали а как же взаимодействие с тайванем наблюдали ранее то есть ну скажем так будет продолжена значительная степень и та же политика но я предполагаю что мы не будем наблюдать перехода на стадию вот прямой эскалации прямой эскалации как это было при при президенте трампе будет интенсивный диалог с тайванем с тайванем несомненно и также будут действовать факторы в противоположном направлении у правящих кругов с китая в том числе с так называемой условной комсомольской группы влияния но условное название тех людей которые большей степени чем иные представители правящих кругов задействованы в мироэкономических мирохозяйственных связях установилась как известно очень тесные личные персональные унии союзы с с представителем демократического истеблишмента и то есть мы будем наблюдать напряжение но без вспышек неконтролируемой эскалации вот так я сказал комсомольская группа остается вмонтированной в систему власти у нее своя доля если она вообще существует текст с кем ассоциируется си дзин пин это действительно те кто опирается на армию и те кто связан с традиционной партийной олигархии с партийными кругами утреями когда противостоящая группировка условно группа влияния комсомольцев это те кто это селф-мейдмены это те кто делал сами карьеру и а соответственно эти люди автоматически более восприимчивы к к тому чтобы искать связи во вне страны какова будет политика байдена в отношении россии стоит ли ожидать где-то обострений в восточной европе скажем мы опять же столкнемся с двумя трендами двумя тенденциями а одна тенденция будет направлена на эскалацию противостояния и мы в украине тоже почувствовали за последние за последние дни это вы имеете ввиду значит запрет на вещание на трех каналов это конечно не только внутри внутри украинское явление и если посмотреть на заявление лиц приближенных новой демократической администрации то скажем вот у них ясно проскальзывает те же нотки как когда-то стивен сестанович бывший посол по особым поручениям по постсоветскому пространству заявил государственного департамента сказал что что выразил сожаление в связи с тем что по его словам москва начала препятствовать плавному переходу постсоветских стран под контроль стран запад и вот это вот вызывало крайнее крайнее недовольство и с этим моментом будет связано эскалац может быть связано эскалации напряжения на постсоветском пространстве но одновременно мы будем наблюдать и противоположную тенденцию связанную со стремлением договориться как мы видели это уже когда было буквально вот в считанные дни да моментально решена проблема с снв 3 причем по такому варианту негодичного продления а продление на максимально возможный срок и также надо полагать что американская администрация вряд ли будет будет опасаться думаю чрезмерного сближения москвы и пекина вот антон евгеньевич что о чем вы сказали там скажем с этим снв 3 что очень быстро его продлили мне это напомнило выставление каких-то ну маячков то есть как будто бы соединенные штаты и россия договорились сделать вот такую вот вот такой загон в рамках которого они могут собственно соперничать проводить какие-то враждебные действия по отношению друг другу но за рамки не выходить то есть чтобы не свалиться в ядерную войну грубо говоря то есть это была необходимость выживания скорее а не какие-то искренние политические намерения ну я думаю что да мы будем наблюдать сотрудничество в той степени в которой это будет диктоваться сугубо по прагматическим интересам и то есть по принципу сотрудничество настолько насколько нужно и эскалация настолько насколько возможно и а к сожалению страны постсоветского пространства данном плане оказывается в серой зоне фактически и представляют собой территории на площадку на которой мы наблюдаем обострение геостратегического противоборства причем специфика еще ситуации состоит в соединенных штатах очень как бы сказать специфическая система политическая которая заметно отлично от большинства других стран запада даже в том числе даже если мы сравним соединенные штаты и канады потому что все знают что например в канаде бесплатная система здравоохранения соединенные штаты являются единственной страной из европе скажем так западных стран о эссер которые не прошли условно условно условную социал демократическую школу то есть там очень сильное влияние неолиберальных подходов на фоне усиливающегося за последние годы за последние годы социального недовольства недовольство среднего класса и низовых слоев олигархизации и усилением социальной поляризации и но специфика американской политической системы состоит в том что законсервированная и фактически уже архаическая полярная двупартийная система не дает возможности не дает возможности для того чтобы этот ну как бы сказать это конфликтная ситуация приняла какие-то какие-то формы созидательные для этой системы таким образом соединенных в результате развития глобалистских про процессов глобализации с одной стороны усиливала социальная поляризация что вызвало усиление левых настроений среди части демократической партии протестных настроений особенно среди молодежного крыла и с другой стороны и с другой стороны усиливающаяся глобализация вела к усилению миграции а это вызывало правую право консервативную право консервативные протестные и тренд который мы наблюдаем в среде страников трампа при но при этом левый левый протест против существующей системы против из из истеблишмента гасится внутри демократической партии и это мы хорошо видим на примере вот возьмем к примеру вновь назначенного советника советника по иранским по иранскому вопросу который в принципе человек левых взглядов но он прошел соросовскую школу международной антикризисной группе и фактически весь весь этот левый тренд будет ну использоваться в качестве там скажем так мы будем слушать очень много от новой администрации риторики защиту меньшинств и так далее это леволибералы так называемые культурные марксисты что касается социально-экономической повестки она будет носить жесткий неолиберальный характер и мы скорее всего столкнемся с новыми предписаниями украинскому руководству следовать в согласно на предписание международного валютного фонда что приводит к обрушению популярности любого такого рода режима который идет на тесное сотрудничество то есть стоит ему только лишь подписать то или иное соглашение с международным валютным фондом патронируемым вашингтоном как далее следует повышение коммунальных тарифов проблемы с продажа земли продажа земли проблемы медицинской образовательной отрасли и далее популярность такого такого режима резко падает и мы наблюдаем дестабилизацию дестабилизацию в странах клиентах клиентах этой системы ну а сейчас рубрика их нравы в британском издании за экономист на прошлой неделе вышла статья под названием помещение транс женщин в женские тюрьмы порождает противоречия в области прав не будем ходить вокруг да около и сразу приведем цитату из этого опуса чтобы вы могли заценить градус толерантности и так цитата карлабелло уже в течение многих лет жила как женщина к тому моменту когда пропустила заседание суда по поводу нарушений правил дорожного движения затем она не смогла заплатить залог и в итоге оказалась в женской тюрьме там охранники стали называть ее сэр конфисковали ее бюстгальтер а также специальное приспособление из ткани для сокрытия мужских гениталий по ее словам еще хуже было то что ей было отказано в доступе к росполовым гормонам которым она привыкла а это вызывало у нее боль в груди а также сильное чувство страха в то же время как заключает исследование направление трансгендерной женщины в мужскую тюрьму может оказаться жестоким делом она может представлять опасность в той среде которую и без того следует считать рискованной исследования свидетельствуют о том что трансгендерные заключенные в большей степени могут подвергаться нападениям так и хочется спросить у британцев вы что там совсем с ума посходили неужели у страны с трудом покинувший евросоюз в которой все более громко заявляет о себе шотландский сепаратизм нет других проблем кроме обсуждения того в какой тюрьме должны сидеть преступники так называемого неопределенного пола в общем как говорил цицерон о темпура о морес тем временем верховный представитель европейского союза по внешней политике и политики безопасности жозе боррель 7 февраля опубликовал статью по итогам своего визита в москву ее основная мысль содержится в следующей цитате я вернулся в брюссель с глубоким беспокойством по поводу перспектив развития российского общества и геостратегического выбора россии моя встреча с министром лавровым и тезисы озвученные российскими властями во время этого визита подтвердили что европа и россия расходятся похоже что россия все больше отдаляется от европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу чтобы понять почему российские власти дали боррелю по его собственному признанию от ворот поворот достаточно привести еще одну цитату из статьи временами обсуждения с моим российским коллегой достигала высокого уровня напряженности поскольку я призывал к немедленному и безоговорочному освобождению господина навального а также к полному и беспристрастному расследованию его покушения то есть баррель призывал российские власти безоговорочно выполнить требования запада и освободить алексея навального осужденного к двум годам и восьми месяцам заключения в колонии общего режима несмотря на то что данное решение было принято судом то есть одним из подразделений формально независимой ветви власти интересно на какую реакцию рассчитывал баррель после такой попытки вмешательства во внутренние дела рф стоит отметить что на фоне визита барреля в россию мид рф объявил шведского польского и немецкого дипломата участвовавших незаконных акциях в москве и санкт-петербурге 23 января персонами нон града вероятно именно это и вызвало наибольшую досаду еврокомиссара после чего в своей статье он фактически призвал ес к введению новых санкций против россии цитата как всегда государства члены должны будут решить следующие шаги и да они могут включать санкции и у нас также есть еще один инструмент в этом отношении благодаря недавно утвержденному режиму санкции с в области прав человека но все ли в евросоюзе солидарны с позиции жузепа барреля представляющего брюссельскую бюрократию тесно связанную с глобалистскими финансовыми элитами на то каким может быть ответ на этот вопрос намекает сделанное на этой неделе заявление министра иностранных дел германии хайко масса цитата мы всегда подчеркивали что мы не хотим чтобы нить разговора с россией оборвалась и несмотря на все трудности хотим хороших по крайней мере разумных отношений на фоне недавних заявлений президента франции эммануэля макрона о том что он разделяет позицию германии по вопросу достройки газопровода северный поток 2 напомним эта позиция заключается в том что трубопровод должен быть достроен вышеупомянутые слова хайко масса звучат еще более показательно сравнивая их со статьей жузепа барреля можно прийти к выводу о том что вес сейчас присутствует два подхода к отношениям с россией первый идеологический его исповедует либеральная брюссельская бюрократия однозначно ориентирующаяся на американских демократов а второй прагматичный его сторонниками являются элиты многих европейских государств включая локомотивы ес германию и францию суть этого подхода заключается в том чтобы налаживать взаимовыгодное экономическое сотрудничество с рф невзирая на идеологические и геополитические разногласия на минувшей неделе наметились некоторые подвижки в вопросе урегулирования вооруженного конфликта в ливии представители противоборствующих сторон в пятницу 5 февраля избрали лидеров переходного правительства страны голосование в женеве состоялось в рамках форума по ливии при посредничестве оон предполагается что переходное правительство будет руководить ливии до выборов намеченных на декабрь президентский совет возглавил ливийский дипломат мухаммед юнис манфи пользующийся поддержкой на востоке страны премьер-министром на время переходного периода назначен влиятельный предприниматель абдель хамид мухаммед бейба поддерживаемый на западе ливии голосование прошло в рамках форума ливийского политического диалога участники форума в середине ноября прошлого года согласовали план действий по объединению органов государственной власти в стране этим планом предусмотрено и создание президентского совета в который войдут представители трех исторических областей ливии напомним в ливии на протяжении нескольких лет параллельно существуют два органа исполнительной власти заседающие в триполи правительство национального согласия и временный кабинет действующий на востоке страны и поддерживаемый ливийской национальной армии маршала халифы хафтара хафтара поддерживают россия франция саудовская аравия уаэ и египет в то время как на стороне правительства в триполи выступают турция катар и италия генеральный секретарь оон антонио гуттериш положительно оценил итоги межливийских переговоров в женеве и заявил что избрание главы переходного правительства ливии стало прорывом на пути к урегулированию ситуации в стране цитата я верю что это прорыв он последовал за успешными переговорами военного комитета 5 плюс 5 приведшего к прекращению огня гуттериш также подчеркнул что в ливии уже есть прекращение огня политическое соглашение о проведении выборов и переходные власти теперь принципиально важно чтобы все иностранные боевики покинули страну добавил генсек со своей стороны отметим что с выполнением этого пожелания могут возникнуть большие проблемы дело в том что с момента активного вовлечения турции в ливийский конфликт в начале 2020 года на сторону правительства национального согласия во главе с фаизом сараджем в ливию из сирийского идлиба было переброшено немало протурецких боевиков в конечном итоге их участие и поставки вооружений из турции помогли пнс остановить наступление войск хафтара начатое еще в апреле 2019 года вывозить этих боевиков из ливии обратно в и длиб поближе к своей границе туркам не с руки осенью прошлого года ходили слухи что часть протурецких исламистов была переброшена в нагорный карабах для войны против армян но после повторного перехода конфликта в замороженную фазу их присутствие там стало неуместным к тому же до сих пор все договоренности по внутри ливийскому регулированию начиная с момента свержения и убийства полковника муаммара каддафи в 2011 году срывались одна за одной такое положение вещей имеет несколько причин во-первых за разными сторонами в ливийской гражданской войне стоят разные внешние спонсоры каждый из них заинтересован в добыче ливийской нефти и поставках оружия в эту страну если конфликт будет урегулирован и в ливии появится единое правительство подписывать с ним контракты о добыче нефти на выгодных условиях будет куда сложнее да и оружие в таком количестве ему не понадобится во вторых политическая и военная нестабильность в ливии обусловлено тем что ее населяют различные племена и племенные союзы гражданская война длящаяся с 2011 года максимально усугубила противоречия между различными племенами в результате чего сейчас их представители воюют не только и не столько за какое-то конкретное правительство сколько за свой контроль над конкретными активами и из соображений мести все вышеописанное делает перспективы урегулирования весьма туманными вряд ли можно как-то примирить диктаторские амбиции халифы хафтара и интересы правительства национального согласия в последнее время являющегося чуть ли не турецкой марионеткой впрочем если урегулировать этот конфликт все же удастся это станет большим дипломатическим успехом который смогут записать в свой актив обе противоборствующие стороны а также их зарубежные спонсоры в том что происходит в ливии и с мирным урегулированием в этой стране нам поможет разобраться основатель портала дипломатические комментарии аурак рамдан здравствуйте здрасте господин батареон а как вот эти представители которые были там на конференции насколько они связаны с реальными силами на местах насколько они представляют вот скажем ту же восточную ливию западную ливию там хафтара сараджа да я вас благодарю за то что пригласили действительно делегаты женевской конференции или на женевской конференции кстати которые организовали и управляли вот этим процессом это некая стефани уильямс который является официальным представителем оон по ливийскому урегулированию но де-факто это человек госдепа она действительно связана с американскими интересами и получает указания из белого дома я бы сказал из цирио и пентагона это говорит о том что и ранее она работала в арабских странах именно по этому профилу она курировала и спецнаправление связано с безопасностью связано с войсками когда-то в ираке там еще в других странах арабского зале в том бахраине естественно это оперативник можно сказать который с дипломатическим фасадом который был уже узаконен тем что имеет мандат официальный от оон это дает ей возможность как говорится прямо вмещаться и за ней дубина американская и поэтому в этом плане то что сейчас происходит это демарши новой администрации естественно в соединенных штатах америки там есть институции то что на имя президента как не так влияет потому что там есть серьезные институции которые связаны с интересами трансцензиональных компаний аффилированных американской экономики в этом плане все как ничего нового подлинной то что касается именно вот этот демарши это связано с тем что появится новый хозяин в белом доме который решил этот вопрос как-то урегулировать да прямым текстом ну хорошо а насколько представительны были сами делегации сторон нет они если формально то там соблюдена некая легитимность почему потому что кроме десяти или даже может даже 15 делегатов которые она сама госпожа стефани выбирала там по своим по своему смотрению из интеллигенции из представителей тех кланов которые там представлены в ливейском обществе обществе остальные они ли формально представляют с одной стороны правительство или президентство и без казалось заража который в треполе было а другая часть это было избрана или делегирована от того парламента который возглавляет акиль ас-салах поэтому формальность вроде бы как-то соблюдена но де-факто они представляют своих хозяев медсоведы тех игроков которые управляют ливийским процессом именно и у нас российская федерация франция объединенные арабские эмираты естественно американская составляющая поэтому в этом плане они не имеют фактически никакой народной легитимности это можно сказать марионетки ну понятно что о каком-то мандате от ливийского общества здесь речи не идет скорее об интересах различных внешних игроков внешних и внутренних и кстати вы сказали группировки естественно они тоже связаны с внутренними какими-то договоренности потому что там есть некий клан есть группировки с оружием в руках которые тоже каждый там где у него дислокация своих боевиков или своих войск и тоже своего человека тоже наверное в этот списке внес так что вы хорошо что упомянули о том о внутреннем раскладе вот в ливии мы видим что уже на протяжении нескольких месяцев в ливии ну интенсивность боевых действий невысока говорят даже международные издания о перемирии мы с вами понимаем что это сказано с натяжкой вот но тем не менее как может развиваться обстановка что называется в поле после избрания вот этого вот переходного правительства затихнут ли боевые действия окончательно или может быть стороны решили таким образом перегруппироваться перехитрить друг друга пойти в наступление вот каковы их сейчас диспозиции именно на земле что называется давайте так после соглашения с хират как вы знаете получили правительство национальное согласие которое было признано международным сообществом именно вот такая же картина сейчас и наблюдается значит с формальной точки зрения и мы знаем чем-то закончилось но признано было фактически западным западным сообществом естественно там часть в восточной россии там китай тоже не как-то вот и поэтому вот и появилась появился кризис вооруженный и сейчас насколько я понимаю заявление байдена в отношении россии в китае они очень риски не совсем вот скажем то что они передвижают некую напряженная напряженность на международной арене я вижу что тот который возглавляет сейчас президентский совет это некий мухаммед аль-менфи он кстати был послом ливии в греции и после того как было подписано соглашение между астражем и ардуганом по демаркатской игры сразу греческая греческая или греция как государство объявили его персоненграта и выслали из страны поэтому потому что греция и египет не признали это соглашение на соглашение естественно это противники турецкого присутствия в регионе говорит о том что напряжение будет унаследовано почему потому что это человек ардугана который будет продвигать интересы и турции поэтому включаем некую такую некий клон такой по структуре по напряжению напряженность она никуда не денется она будет оставаться но американцы естественно поставили на своих людей мы видим что атлантическая составляющая она доминирует в легитимным этом правительстве и россия и объединенные арабские марки которые вложили большие средства там деньги там мы знаем что в лжофра там присутствует база российских но мы говорим что неофициально там вагнерс и так далее ну понятно что там сотрудников частных военных компаний аффилирование мы понимаем что мы что там это российское присутствие просто вот таким образом и еще египтяне тоже подтянулись к этому кризису я так в коричках со стороны акила кстати вот был предложен акила салах его команда потому что там две колодки были он проиграл кстати вот это собственно председатель парламента который находится в восточной части ливии я поясню для наших да вот это говорит о том что пророссийская поиска проегипетская сторона она проигрывает в этом либо есть как некая договоренность такая под сукном между вопросах легитимизации у них больше проблем чем у сараджа у них нет вот этой легитимности легитимизации поэтому в этом плане они будут форсировать свои интересы естественно только оружием в руках поэтому отвечая на ваш вопрос будет ли это концом кризиса в ливии я скажу однозначно нет пока не будет урегулирован вопрос легитимизации вот этой составляющей восточной части которая имеет все признаки государственности там есть парламент есть вооруженные силы серьезные как мы знаем что там есть истребители есть хороший пиво поэтому в этом плане есть свои спонсоры поэтому в этом плане будет только договоренность на уровне тех кукловодов которые стоят за этим театром действий и военных действий в том потенциальных в том в том числе турция она не уступит она будет присутствовать она и присутствует в лице господина мухаммада манфи который я только что помню о его бэкграунд это премьер-министр так называемый сейчас нет он президент да а премьер-министр это некий абдалхамид дбеба он связан с очень серьезной фигуре это сейф-эль-ислам это сын покойного каддафи и сейф-эль-ислам у него очень такой он кстати он очень популярный сейф-эль-ислам среди простого населения и поэтому в этом плане и он связан он значит в москве ему симпатизируют в этом плане я вижу что назначение абдалхамида дбеби на пост премьер-министра в этой конфигурации новые да это говорит о том компромиссе который сейчас существует между москвой и вашингтоном в плане дележа тех активов которые там есть в ливии это продажа нефти там добивание там все других каких-то ископаемых у франции есть свои интересы фазан кстати человек который там вот по квот это один из заместителей президента манфия он это кота французской который там от фазана и другой еще с западной это там три президент из добрука из восточной части но хотя он не может даже посетить своих родителей господин мухаммад ваев он связан с ардуганом другой связан с фазаном это французская кота другой из наверно за сзави или мастрата но с другой с другой части почему потому что ливия она разделена на три части есть у нас восточная кирина и к триполитане и фазан французская интересы в фазане и они представлены именно в одном из заместителей этого президентского совета потом франция присутствует как ее квота она она соблюдена у россии тоже соблюдена в качестве активов которые на на земле ее интересы там и это джо фратом автор потому что автор если формально он не входит в этот легитимный орган но фактически он имеет в силу на поле поэтому в этом плане это дубина российская который кстати может и эмиратская эмиратская понятно они вложили много средств много крови много усилий поэтому оттуда они так не уйдут так просто поэтому это говорит о том что если не будут соблюдены интересы восточной части пророссийской так скажу так то столкновение будет иметь место и не забудьте что ливийский кризис он не сам он не обсуждается на шахматные доски между кукловодами отдельно он находится сочетание с другими вопросами вопрос серии вопрос украины кстати мы находимся в украине тут и поэтому если там не договорятся то тут могут нажать потому что это один организм значит я сделаю больно тем не имею значение либо руку там ты почти причемлю либо либо нос удар к рычаге влияния в разных уголках поэтому если там будет тихо мир значит значит можно ждать напряжение в другом 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 если там где не совсем коврица и ясна картина этого просто мировая политика и геополитика там есть интересы сверхдержав границы нет национальных есть экономические стратегические интересы поэтому как проходит это межа она имеет чисто такой виртуальный характер потому я надеюсь что это правительство он проживет хоть один год для того чтобы как-то приводить в порядок дела чтобы народ ливии как-то мог жить спокойно но я не уверен у байдена очень такая у него тональность в разговоре и мисс в политическом очень высокая и скорее всего он ударит по всем картам сирийской ливийской и украинской ну а в украине где на прошлой неделе решением совета нацбезопасности и обороны было остановлено вещание трех оппозиционных телеканалов фонд джорджа сороса планирует скупать местных блогеров для пропаганды ценностей так называемого открытого общества в конце минувшей недели стало известно что международный фонд возрождения финансируемый миллиардером решил финансово поддержать производителей украиноязычного видео контента в youtube и помочь блогерам в создании роликов продвигающих ценности открытого общества и идеи критического мышления в общем обычное наращивание пропаганды неолиберализма посредством скупки лидеров общественного мнения на этот раз начинающих но примечательно в данной новости не это а то что вещание трех влиятельных информационных каналов действующая украинская власть запретила основываясь лишь на бездоказательном подозрении их владельца в торговле углем с неподконтрольных территорий а прямая совершенно открытая скупка лидеров общественного мнения представителям крупного иностранного капитала офис президента нисколько не смущает ведь по логике вещей если уж бороться с проникновением в украинское информационное пространство иностранных пропагандистских нарративов как любит выражаться политтехнолог из партии зеленского никита потураев то эта борьба должна касаться в том числе и структур сороса впрочем апеллировать к логике здесь бесполезно двойные стандарты такие двойные в развитых странах с начала текущего года набирает обороты вакцинация населения от коронавируса по мере того как становится понятно что чем больше доз вакцины закуплено каждой конкретной страной и чем скорее их туда поставят тем быстрее эта страна вернется к нормальной жизнедеятельности бытовавшие еще несколько месяцев назад политические предрассудки насчет тех или иных вакцин уходят на второй план в конце прошлой недели председатель еврокомиссии урсула фон дер ляйен сравнила вакцинный национализм с космической гонкой времен холодной войны как пишет британское издание daily mail она заявила что это старое конфронтационное мышление которое было присуще напряженным отношениям между соединенными штатами и советским союзом не помогает мировому сообществу бороться с коронавирусом обращаясь к студентам варвикского университета фон дер ляйен сказала следующее цитата некоторые страны воспринимают погоню за вакциной как гонку между глобальными державами подобную космической гонке 1960-х годов она выступила с этими комментариями спустя неделю после того как евросоюз попытался ввести жесткий экспортный контроль в стремлении помешать соединенному королевству получать партии вакцин столкнувшись с бурным возмущением ес отменил свое решение процесс вакцинации населения на континенте шел довольно медленно и брюссель потребовал чтобы предназначенные для великобритании партии вакцин были использованы для компенсации дефицита вакцин в евросоюзе евросоюз даже обратился к москве за помощью и теперь он оказывает давление на европейское агентство по лекарственным средствам чтобы заставить его как можно быстрее одобрить российскую вакцину спутник в кроме того как пишет все та же daily mail цитата пятницу 5 февраля верховный представитель евросоюза по иностранным делам жозе баррель провел совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел россии сергеем лавровым что стало отражением той отчаянной ситуации в которой оказался евросоюз баррель поздравил россию с созданием вакцины спутник в а затем призвал европейское агентство по лекарственным средствам как можно быстрее одобрить применение этой вакцины в странах евросоюза напомним что данное заявление баррель сделал несмотря на то что в целом его риторика в ходе поездки в москву была довольно конфронтационной по отношению к российскому руководству похоже в европе начали понимать что когда речь заходит о как можно более быстром восстановлении экономики после так называемого коронакризиса и тем более о спасении жизни собственных граждан политические предрассудки отходят на второй план страны и спланируют провести как можно более полную вакцинацию населения в как можно более сжатые сроки чтобы обрести конкурентное преимущество в пост к видном мире где вакцинированные государства будут вовсю вести экономическую деятельность и компенсировать потери ввп они вакцинированные будут водить один карантин за другим продолжая гробить свою экономику все это значит что европе нужно много вакцины и как можно скорее как видим в этих условиях европейским чиновникам не до лоббирование интересов транснациональных фармацевтических компаний и недополитически мотивированных запретов закупать будут и у россии и у китая лишь бы привиться побыстрее тем временем в украине мы видим совершенно иную ситуацию от закупки российской вакцины наши чиновники предпочитают отказываться лоббируя интересы западных фармацевтических компаний по настоятельной просьбе американского посольства о ситуации с противодействием коронавирусу в европе и мире поговорим с руководителем национальной медицинской палаты украины сергеем кравченко здравствуйте сергей здравствуйте еще несколько месяцев назад мы слышали от европейских руководителей совершенно противоположное заявление было видно что они лоббируют интересы западных производителей таких как астрозенека пфайзер и им подобных что поменялось сейчас почему сейчас они согласны регистрировать российскую вакцину знаете все связано с одним на самом деле вы же понимаете что рынок вакцина от кови 19 составляет порядка 100 миллиардов долларов поэтому как вы понимаете все таки для многих это еще и бизнес вот то есть почему потому что в данном случае значит этот вопрос рассматривается не исключительно как социальный гуманитарный медицинский то есть вот вы понимаете что рынок иммунобиологических препаратов вот он сопоставим с рынком торговли оружия то есть вот и вот так вот поэтому значит одним из первых кто значит скептично отнесся к российской вакцины спутник в это был директор национального института аллергологии инфекционных болезней сша значит энтони фаучи значит а в последующем к сожалению оказалось что он имеет конфликты интересов так как вот и институт значит и является со-разработчиком вакцины совместно с компанией модерна да вакцины от ковид 19 основаны на технологии матричной рынка но несмотря на это да вот доктор фауфа учи позволил себе высказаться скептично то есть вот сказав о том что мало довольно достоверной информации по поводу второго первого и второго этапа клинических испытаний непосредственно российской вакцины спутник в значит в последующем как вы помните была такая целая информационная атака когда значит наши российские коллеги из национального центра эпидемиологии микробиологии имени гамалеи опубликовали результаты первой и второй фазы клинических испытаний в британском журнале lancer то есть вот это медицинское состояние номер один рецензированная в мире да то есть вот и публикация статьи в этом журнале говорит о том что была проведена высококачественная было проведено высококачественное рецензирование да то есть вот и публикация подтверждает всемирное признание по сути да значит так вот после публикации результатов первой и второй фазы клинических испытаний российской вакцины спутник в как вы помните второй кто скептично выразился по поводу данных публикации самой вакцины был такой господин энрико бучи значит итальянец который является приглашенным профессором в один из в одном из американских университетов значит значит а в результате оказалось да то есть что уровень этого специалиста да это уровень блогера знаете вот такого своеобразного поэтому как мы понимаем что и мало того в последующем редакция значит журнала де ланцет вот предоставила этому господину энрике бучи то есть как бы первичную документацию по поводу российской вакцины спутник в эту есть мало того коллеги из центра гамалеи дали вразумительный ответ публично да то есть как бы ну вот ну энрике бучи что-то еще побузил немного и после этого редакция ланцет задала вопрос нет ли у него конфликта интересов учитывая то что он является основателем и руководителем компании которые обслуживают ряд фармацевтических компаний да то есть вот при проведении тех или иных исследований значит поэтому к чему я вот рассказываю эту историю то есть что изначально изначально ряд было высказывание негативных либо скептичных по отношению к российской вакцине спутник в вот ну как правило это было связано с конфликтом интересов тех или иных лиц понимаете да сергей ну я отлично понимаю вот в медицине это может там или в юриспруденции называться конфликтом интересов а в политике это называется лоббизм банальный лоббизм неприкрытый вот но дело собственно дело собственно даже не в этом вот я хотел спросить сейчас мы видели не так давно историю когда евросоюз пытался придержать несколько партий вакцин которые шли в британию и даже из-за этого разгорелся скандал теперь вот в евросоюзе хотят также сертифицировать российскую вакцину и меня это наталкивает на мысль что евросоюз видит в как можно более быстрой вакцинации как можно более широких слоев своего населения конкурентное преимущество в экономической борьбе которая начнется по выходу из вот этого вот коронакризиса в связи с этим возникает вопрос а где же украина в этой борьбе то есть мы как говорят в народе пасем задних то есть очень сильно отстаём но это мне так кажется может быть вы думаете иначе Украина на самом деле находится на задворках не просто Европы на задворках стран третьего мира вот и вы в данном случае абсолютно правы мало того я вам скажу что на данный момент в мире ведется работа над 244 вакцинами от ковид 19 основаны они на различные технологии то есть это технология производства вирусную вирусных вакцин и не активированных вирусных вакцин минимум prefix значит векторных вакцин основаны на различных векторах значит вакцин основаны на технологии нуклеиновых кислот матрично и рынка днк вакцины значит и И непосредственно вакцины белковые рекомбинантные. 244 разработки на данный момент по вакцинам ведется в мире. Значит, из этих 244 вакцин 55 на данный момент уже дошли до этапа третьей фазы клинических испытаний. И 10 вакцин на данный момент уже применяются при проведении массовой вакцинопрофилактики от коронавирусной болезни COVID-19. Как вы понимаете, иммунобиологические препараты, такие как вакцины, являются термолабильными и имеют свою специфику производства. То есть они не производятся на склад и выйти на рынок, и на складе закупить 1 миллион, 10, либо 100 миллионов доз вакцин не получится ни одного государства. Понимаете? Значит, мало того, разработчики и производители этих вакцин точно так же не совсем рассчитали свои ресурсные возможности. И как вы понимаете, на данный момент на рынке есть дефицит иммунобиологических препаратов, такие как вакцины от COVID-19. Поэтому экономически развитое государство, которое непосредственно резервирует тех или иных вакцин у тех или иных разработчиков и производителей, они делали предоплату, депонирование. Значит, как вы понимаете, ряд государств, разработчикам и производителям вакцин, делали предоплату в размере от миллиарда до полутора миллиардов долларов. И как вы понимаете, эти экономически развитое государство, конечно, хотят быть в первых рядах, учитывая то, что они финансировали эти разработки. И, соответственно, политики этих государств точно так же хотят быть в первых рядах и получить политические дивиденды, то есть показать то, что они провели эффективную работу, как раз для того, чтобы обезопасить свое население. Поэтому они не испытывают больших сожалений по поводу того, что есть сотня другая стран, которые не являются приоритетными для них в вопросе вакцина-профилакции. Сергей, правильно ли я понимаю, что тот, кто скорее вакцинирует свое население, ну или там какое-то статистически значимое количество этого населения, тот быстрее выйдет из вот этих постоянно повторяющихся карантинов и, соответственно, быстрее восстановит экономику, а, возможно, даже займет какие-то новые рынки. То есть здесь ведь мотивация мне видится такая сугубо экономическая и конкурентная, вот если смотреть с точки зрения государств. — Совершенно верно, вы абсолютно правы, как вы понимаете. То есть разные цели ставят перед собой те или иные государства. Ну первое, то есть там, к примеру, повлиять на общую структуру летальности. Второе — прервать распространение болезни. Третье — значит, предотвратить эпидемию на территории своего государства. И, как следствие, это все-таки ведет все к экономическому развитию этих государств. Поэтому, да, в действительности вакцина-профилактика от COVID-19 на данный момент выходит на первое место не только с точки зрения здравоохранения, но и с точки зрения экономики, экономического развития. — Сергей, ну и получается так, что мы, значит, Украина, которая, как мы уже сказали, отстает в вопросах закупки вакцины, она будет отставать и в вопросе выхода из всевозможных карантинов. То есть в то время, когда в других странах деловая активность будет уже кипеть, восстанавливаться, у нас все еще будут с этим проблемы. Будут какие-то закрытые зоны, закрытые перелеты, я не знаю, какой-то особый досмотр грузов, пассажиров и тому подобных вещей. — У меня складывается такое впечатление, что органы государственной власти Украины вообще решили совершить самоубийство на глазах изумленной публики. Ну, исходя из того, что я вижу и как ведут себя органы государственной власти Украины. Вы понимаете, что Украина в данном случае отказалась от трансфера технологий от центра Гамалея из Российской Федерации, значит, от трансфера фармацевтической технологии, биотехнологии, биоинженерии и непосредственно производства векторных вакцин, значит, в данном случае от российской вакцины «Спутник В». Понимаете, что я вам хочу сказать. Для Украины, для государства, которое утратило на данный момент свой научно-технический потенциал по разработке вакцин, но пока еще мы сохраняем возможность масштабирования, то есть производства этих вакцин, разработать самостоятельно мы не можем, но производить по технологиям других государств пока еще такая возможность у нас есть, у нас порядка 4-5 фармпредприятий таких есть. Значит, вот Российская Федерация, центр Гамалея, значит, предложил нам трансфер технологии, вот, значит, по производству векторной вакцины «Спутник В». Значит, с научно-технической точки зрения для Украины это является приоритетным выбором, потому что вот векторная технология производства вакцин от COVID-19, значит, она же используется не только при производстве вакцины от коронавируса, значит, SARS-CoV-2. То есть также технология применяется при производстве вакцин от вируса Эбола, значит, от другого вида коронавируса, то есть как МЭРС. Мало того, на основе векторной технологии производится широкий спектр противоонкологических препаратов. Поэтому, как вы понимаете, когда вам предлагают трансфер подобной технологии, которой вы не владеете, да, значит, а в данном случае вы еще отказываетесь, вот, ну, знаете, как это выглядит? Это выглядит таким образом, как бы, когда бездомному дарят квартиру, а он от нее отказывается. Понимаете? Поэтому это в очередной раз подчеркивает невежество органам государственной власти Украины, которые все-таки позволяют себе закупать в Российской Федерации газ, электроэнергию, нефтепродукты, но при этом запрещают регистрировать, производить и закупать на территории Украины российскую вакцину «Спутник В», которая не является санкционной продукцией, значит, а носит исключительно социальный, гуманитарный и медицинский характер. На этом наша передача подошла к концу. С вами была Международная Панорама и я, Данил Богатырев. До новых встреч на канале КРТ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok